Доброе утро! Доброе утро! Привет! Всем здравствуйте! Сегодня 1 марта, сегодня наконец-то первый день весны 2019 года, и мы так рады вам об этом сказать самыми первыми. Самые первые, самые весенние, самые солнечные. Это, конечно, мы. Я думаю, как нескромно, как нескромно. Ну, конечно, это Алиса Троян, это Никита Крылов, и мы готовы с самого утра вас бодрить, как это солнышко, которое выпускает лучи на планету Земля. Так, все, хватит, я думаю, поэзии. Мы, наверное, сегодня пообещали штормовое предупреждение, очень сильный ветер в республике, и вчера ночью можно было услышать о том, что там происходит что-то неладное, и сегодня будет происходить. Но будем ждать, что это ненадолго, потому что сегодня же все-таки первый день весны, поэтому наверняка это просто еще остатки зимы нас беспокоят. Ну, а теперь самое время нам рассказать о тех новостях, которые происходят в республике, потому что наши корреспонденты подготовили для утра самые радужные и хорошие новости. Например, о том, что новые бордюры и тротуары и асфальтовое покрытие. В Симферополе отремонтируют 9 внутридворовых территорий. Приступить к работам планируют в апреле. Жители столицы Крыма часто жалуются, что к их домам не подойти из-за огромных ям и луж. Наш корреспондент Елена Байрамова проверила проблемы на участке города, которые в ближайшее время должны преобразиться. Не пройти, не проехать. Так жители домов по улице Лермонтова в Симферополе называют эту дорогу. И так уже много лет. Марина Румянцева выходит с сыном на прогулку. Шаг вправо, шаг влево, и ты по щиколотку, а то и по колено в воде. Было время, когда был маленький ребенок, и я тут ездила еще с коляской, пытаясь объехать эти ямы. Ни бордюров нет, тротуаров, чтобы проехать. Поэтому очень тут грязно, особенно в такое время. Вот смотрите, какая огромная яма. В темное время суток здесь пройти очень опасно, чтобы не подвернуть ногу и даже не утонуть в ней. Постоянно приходится лавировать. Страдают от бездорожья и пешеходы, и водители. Все разваливаются, все надо делать, ремонтировать. Такая история и на улице Куйбышева. Скоро этот дом отметит юбилей. Четыре десятка лет. Ровно столько и прилегающие к нему дороги. Ужас один. Ужас. Вот это единственный один двор в районе. Ремонт здесь не делался 40 лет. Пообещали, но вроде бы сказали, что сделают. В Симферополе планируют отремонтировать 9 внутридомовых территорий. На это выделили 16 миллионов рублей. Это не предел, потому что по первому полугодию будут еще выделены дополнительные средства и будут охвачены еще какие-то внутридомовые территории. Также у нас программа предусмотрена по безопасной, комфортной автомобильной дороге. Согласно этой программе в городе будет отремонтировано 25 улиц. На общую сумму где-то 15 миллионов рублей. До конца марта выберут подрядчика. Он должен отремонтировать дорожное покрытие, бордюры и тротуары. Работы выполнят в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Эта дорога в районе маршала Жукова не вошла в программу ремонта внутридомовых проездов. Поэтому жителям и дальше придется ежедневно преодолевать этот квест. Пешеходам внимательнее смотреть под ноги, чтобы не попасть в лужу. А водителям осторожнее объезжать ямы, чтобы не остаться без колеса. Жители надеются, что в скором времени ситуация изменится. От имени жителей этого района хотелось бы, чтобы обратили внимание на состояние наших дорог и что-то предприняли. Раньше этот двор по улице Гоголя выглядел так же, как и на маршала Жукова. Но в прошлом году администрация здесь навела порядок. Была дорога, невозможно ни коляской проехать, ни пройти. В колдобинах вся, сейчас она отремонтирована, хорошо, удобно с коляской, с детьми погулять, просто пройти. Дорога действительно хорошо сделана, приятно, все удовольствия получаются, все наслаждаются от этого. Спасибо, как говорится, что сделали, делали бы еще так везде. Жители могут подать заявку на ремонт внутридомовых территорий в администрацию Симферополя. После мониторинга Департамента городского хозяйства принимается соответствующее решение. Елена Байрамова, Дмитрий Волк, Игорь Пенищук, Новости 24. Бойцы МЧС провели в Симферополе плановое учение по спасению автомобильных авариях. По статистике, транспортные происшествия уносят больше жизни, чем войны и локальные конфликты. Оказание помощи пострадавшим в ДТП имеет свои особенности, порой неожиданные. Как в считанные минуты спасти человека, замурованного в груди металла, продемонстрировали специалисты нашему корреспонденту Юрию Авдееву. Этот памятник отечественного автопрома при жизни назывался ВАЗ-3129 «Волга». Машина настолько надежная, что даже после списания осталась на службе у спасателей. Теперь это тренажер-трансформер. В работе служб экстренного реагирования не бывает мелочей. Особенно если речь идет о сохранении здоровья и спасении жизни людей. Здесь счет идет на минуты. Вот сейчас мы и посмотрим, сколько времени потребуется нашим доблестным спасателям для того, чтобы вырезать меня из этой консервной банки. По легенде учений бойцам МЧС предстоит вызволить из разбитой машины выживших пострадавших. У каждого расчета отдельное задание. Никто не знает заранее, какие травмы имеют условно раненые. Как вы себя чувствуете, уважаемый? Ой, получше, получше, да. Инструменты, которые используют бойцы МЧС, в считанные минуты превращают транспортное средство в груду металлолома. Но это не в счет. Главное – спасти людей. Если вы попали в аварию, машина разбита в хлам, водители, пассажиры заблокированы, а из средств спасения у вас только микрофон, не отчаивайтесь. У бойцов МЧС есть все необходимое для того, чтобы помочь вам в самой сложной ситуации. Аварии по всему миру ежедневно уносят больше жизни, чем войны и локальные конфликты. Ежедневно сотрудники Федеральной противопожарной службы принимают участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, связанных с авариями на автодорогах и на любом виде транспорта, который произойдет на территории нашей республики. Здесь важны и навыки доврачебной помощи. Иногда скорая приезжает раньше, иногда позже спасателей. И тогда оказание первой медицинской помощи лежит на них. Мы оцениваем правильность наложения шейного воротника, правильность наложения шин на верхнюю, на нижнюю конечность, а также обязательно наличие контакта с пострадавшим. Евгений Кононенко точно знает, что нужно делать. Если машина заблокирована, для пострадавшего главное не пытаться выбраться самому. Звать на помощь, кричать можно, чтобы приехали спасатели. Если со стороны спасателя, то первое действие – приехать, правильно оценить обстановку, обойти, посмотреть, что стало, с кем стало, какие для себя первоочередные действия выбрать и уже дать своей команде, своему непосредственному отряду, который прибывает на месте дислокации, проведение время спасательных работ, правильные команды. Основная задача учений – отработка наиболее эффективных действий для скорейшего извлечения людей и передачи их в заботливые руки медиков-профессионалов. Ну вот, на все про все ушло не больше пяти минут, хотя по нормативу положено 45. Юрий Авдеев, Алексей Староженко, Новости 24. Да, наши сотрудники МЧС всегда готовы. Вот забавный случай произошел в Петербурге, потому что они попросили какое-то колоссальное количество денег на то, чтобы избавить город от снега. Учитывая то, что в этом году они не могли справиться с этой проблемой, а сегодня первый день весны, очень странно, почему они просят столько снега. Надеюсь, что погода поможет нам сэкономить, и даже Санкт-Петербург в марте внезапно растает, и не будет там этой наледи и всего того, что им мешает. А может, попросили денег для того, чтобы шаману заплатить, чтобы он вызвал солнышко, чтобы оно растопило все, понимаешь? Может быть, в этом ключе как-то все повернуло? Я думаю, что на самом деле они просто действительно хотели убрать, но это, мне кажется, действительно трата денег впустую, потому что я искренне верю, что с весной все растает самостоятельно. Конечно, конечно, все растает, все случится, всему свое время, и в частности, у нас самое время прямо сейчас связаться с Радио Крым. Доброе утро, коллеги! Я прошу прощения, вынужден прервать у нас телемост с нашей программой. Доброе утро, коллеги! Рады вас слышать и видеть, что важно. Рассказывайте, какая тема сегодняшнего эфира у вас? Уже видим, что гости есть. Да, первый час у нас такая очень интересная тема – это псевдоволонтерство и попрошайничество. Я думаю, вы сталкивались неоднократно с подобными ситуациями, когда в маршрутку заходит парень или девушка и жалостным голосом просит бросить монетку хотя бы на помощь больному ребенку. Мы даже обсуждали эту тему в студии. Привет всем! Да, да, все правильно. Насколько я понимаю, если такой случай происходит, заходят в общественный транспорт чаще всего или на улице просят, это означает, что, скорее всего, это мошенники, да? Чаще всего так оно и бывает, потому что если официально собираются средства, то с немножко другими способами. Вот так. Так что попадаться на эти уловки нет необходимости, друзья. Ну, коллеги, продолжайте эфир. Спасибо огромное за включение. Нам тоже следует продолжать. Друзья, если вы выходите из дома, включайте Радио Крым. Думаю, будет очень интересно. Главное – полезно. Да, тем более, что вы уже оторветесь от телевизора. Ну, от телевизора оторвется. Лучше всего, конечно, после девяти часов утра, когда закончится программа «Утро нового дня». Спасибо огромное, коллеги. Да, спасибо вам. Удачного дня. Взаимно. Мы продолжаем. Ну, что касается волонтерства, все понятно. Для этого необходимо включить Радио Крым, и все станет известно. Ну, волонтерство – попрошайничество, потому что тут действительно очень такая тонкая грань. Потому что, ну, есть же действительно волонтерские организации, которые всерьез пытаются заниматься чем-то полезным, и при этом абсолютно не требуют никаких средств. Мы об этом тоже чуть-чуть попозже расскажем, но сейчас самое время узнать, какой же будет погода на полуострове. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок На выходные все-таки ожидается еще небольшое похолодание, то есть воскресенье обещают около двух градусов, но, тем не менее, совсем скоро с будущей недели уже начнется обнищенное тепло, которое мы уже анонсируем, как будто бы это лучшее, что происходило с нами за всю нашу жизнь. Весна идет, весне дорогу, кажется, так говорят, да? Ну, будем ожидать, действительно. А еще скоро Масленица будет. Да, и она в этом году начинается с 4-го числа, как раз с понедельника, а заканчивается 10-го вместе с выходными, то есть 8-е, 9-е, 10-е марта, это тоже считается выходными днями, то есть у нас должны быть очень насыщенными эти выходные, надеюсь, что мы их проведем максимально хорошо. Да, я так подумал, это же сколько, 3 дня, а затем выходных объедаться уже будем. Сначала нужно будет есть, потом нужно будет основа есть, и вот сначала блинами, потом, наконец-то, чем-то сладким и вкусным тортиками какими-нибудь. Так, все, а идея заканчиваем? Заканчиваем, хочется. Потому что да, потому что да. Итак, поговорим, конечно, о собаках, о братьях наших меньших. Почему? Потому что вот жительница Владивостока обвинила авиакомпанию, скажу так, чтобы не было рекламы, авиакомпанию, одной из крупнейших в России, в том, что они потеряли собак, двух собак замечательных. Летела она из Москвы в Нью-Йорк, и вот почему-то по прилету их не оказалось. В авиакомпании говорят, что мы отправили собак на территорию Соединенных Штатов Америки, но другим рейсом. Я не знаю, почему, для меня действительно это странно, ведь там как-то вроде с хозяевами должны они как-то лететь, хотя в другом отсеке. Если маленькие собачки, то у них должны быть опять-таки все прививки, все документы, и они должны могут лететь с хозяевами. Все есть, там суть в том, что это собаки какие-то дорогие, породистые, и женщина занимается этим профессионально, что называется, и каких-то бешеных денег они стоят. Так вот, получается, что собачка она потеряла, но при этом авиакомпания говорит, что нет, мы просто, когда они прилетели, мы их отдали в приют временно, в принципе, в Америке это нормально. И в течение 72 дней можно забрать собаку оттуда, но прошло уже 4 месяца, и скорее всего... Вопрос тогда к хозяйке, как она так переживала о своих собаках, что 4 месяца она о них не вспоминала, и только сейчас решила заявлять. Ой, друзья, что-то тут все-таки неладное, непонятно, кто прав, кто виноват, и единственное, что мы знаем, что наш корреспондент знает, как обращаться с собаками точно, и теперь нам о всем подробно расскажет. Окультуримся сегодня. Многие думают, что покормил собаку, выгулял и все. На этом обязанности ответственного хозяина закончились. А ведь питомцев еще нужно купать или, например, стричь. Одни стараются сделать это самостоятельно, другие обращаются к грумерам, не всегда понимая, в чем заключаются тонкости работы таких специалистов. Их профессия опасна. Нельзя забывать, что животное могут поцарапать или укусить в ответ на самые безобидные действия. Ведь поддерживать характерный стиль питомцев – дело далеко не из легких. Померанский шпиц по кличке Фролл очень жизнерадостный и любит улыбаться, позировать. Он постоянный клиент грувер-салона и приучен к уходу. Мастер знает, как с ним обходиться и от чего шпиц получает настоящее удовольствие. Абсолютно спокойно относится к стрижке. Некоторые собачки переживают, нервничают. Но здесь хозяева любят видеть красивого питомца, поэтому достаточно часто к нам ходят. И он абсолютно нормально реагирует на все процедуры, которые мы с ним делаем. Собаке от карликовых пород до бойцовских, вне зависимости от размера питомца, каждому нужен индивидуальный подход. В первую очередь это любовь и понимание животных. Потому что если вы не понимаете этих существ, то и работать с ними вам будет сложно. Питомцы чувствуют, если к ним плохо относятся или их боятся. Клиенты привыкают к рукам одного мастера и начинают переживать, если приходят к другому человеку. Характеры у них абсолютно разные, как и у людей. У них даже разные лица, если мы будем смотреть на собак. Каждая собачка – это индивидуальность. И я, конечно, стараюсь в свою очередь к своим клиентам найти какой-то подход, чтобы им было комфортно со мной. Чтобы они не боялись ко мне ходить, чтобы они не убегали в страхе отсюда. В обязанности грувера входит не только стрижка, но и много других процедур. Чистка ушей, зубов, обработка когтей, уход за глазами. Обязательно нужно подстригать коготочки у животных, чтобы им было комфортно ходить. Мы делаем такие гигиенические процедурки, убираем лишнюю шерсть с лап. В груминг-салоне обслуживают не только собак, еще кошек и других домашних любимцев. Например, грызунов, кроликов и морских свинок. После таких процедур счастливые питомцы, виляя хвостиком, отправляются восхищать окружающих. В России груминг в современном понимании пришел лишь в 90-х годах 20-го века. На протяжении долгого времени спа-процедуры для животных считались роскошью, предназначенной для аристократических домашних питомцев и дорогих охотничьих собак. В наше же время встреча с холеными четвероногими мало кого удивит. Средняя цена стрижки верного друга опустошит кошелек хозяина на 2000 рублей. В эту сумму входит купание, сушка-феном, обработка ушей питомца. Если попросите состричь своему Рексу когти, приготовьте еще 200 рублей. Помыть и подстричь кошку можно за 1500. Такая же процедура для морских свинок и декоративных кроликов обойдется в 600 рублей. Ольга Литвиненко, Игорь Сюткин. Утро нового дня. У меня есть очень добрая новость о том, что ветеран войны Второй мировой попросил прислать ему 100 поздравительных открыток, потому что завтра, 2 марта, ему исполняется 100 лет. И он попросил просто случайных людей, незнакомцев, отправить ему по одной открытке в честь каждого прожитого им года. И что вы думаете, он получил 10 тысяч поздравительных открыток, он получил очень много плакатов, ему отправляли цветы, он оставил адрес дома престарелых, в котором он сейчас находится. И действительно, я уверена, что ему безумно приятно, потому что он во всех соцсетях, в которых он находится, он сообщил, уже показывает все открытки. А для того, чтобы хранить все то, что ему отправили, пришлось в этом доме престарелых организовать целую комнату. Да, слушай, ну действительно такая очень добрая история. Прям вот, знаешь, в это время утреннее меня очень порадовало. И самое главное, ну действительно, это несложно сделать. Просто открытку? Отправят открытку, и я уверен, что он прочитает каждую, он поймет, что там написано. Тем более, если человек от руки написал там какие-то пожелания, мне кажется, это действительно очень приятно. И он будет теперь 10 тысяч лет жить. Жить. Чтобы прочитать в день по открытке, пока. Было бы очень здорово. Да, действительно. Ну, друзья мои, переходим к делам более прагматичным, я бы так сказал. Расскажу, что сегодня вы увидите, точнее, куда отправятся наши корреспонденты, приоткрою небольшую тайну. Так вот, сегодня, между прочим, откроется новый детский сад на 260 мест. Крымская весна шагает по планете, не только по полуострову. Вот открывает новый детский сад. Это в микрорайоне Луговое. И еще сегодня в Керчи будет открытие выставки трофейной техники вооружения, изъятого у незаконных вооружений и формирований в Сирийской Арабской Республике. Как мы знаем, такой целый эшелон, да, следует по стране и показывают эти самые объекты, которые с войны привезли к нам в Россию, для того, чтобы мы наглядно видели, что это такое. Так вот, в Керчи сегодня это произойдет, эта выставка будет, я думаю, действительно такое интересное. И что самое интересное, кто не попадет в Керчь, особенно вот остальные, да, жители полуострова, включайте Первый Крымский, Крым-24, и все это обязательно будет. Наши журналисты, наши корреспонденты покажут подробно самое-самое интересное. Ну а теперь самое время узнать о том же, что происходило в этот день в истории, хронограф, прямо сейчас. Первого марта 1325 года Белокаменная официально становится духовным центром Руси. Князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву. В этот день в 1555 году французский фармацевт и алхимик Мишель де Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. На протяжении столетий толкователи видят в пророчествах Нострадамуса сверхъестественное. Однако официальная наука расценивает их не более как элементы средневековой мистики. С 1 марта 1799 года в Санкт-Петербурге вышел указ Павла I, запрещающего танцевать вальцы. Таким странным образом император пытался защитить честь дам. Запрет сохранялся вплоть до 1828 года. 1 марта 1869 года Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов. В современном варианте периодическая система предполагает сведение элементов в двухмерную таблицу, в которой каждый столбец определяет основные физико-химические свойства, а строки предопределяют собой периоды, в определенной мере подобные друг к другу. 1 марта 1937 года родился Евгений Дога, молдавский композитор, педагог, народный артист СССР, автор трех балетов, более сотни инструментальных и хоровых сочинений, шести симфоний. Ему принадлежит музыка для церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Москве 1980 года. 1 марта 1966 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-3» впервые в мире достигла поверхности второй от Солнца планеты. Станции не удалось передать данные о самой Венере, но были получены ценные научные сведения. 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Провозглашая его, Генеральная ассамблея ООН ставила своей целью ознакомление общественности с системой оборонных мероприятий, защите населения, собственности и окружающей среды. Ну, весна весной, а цены на бензин и дизельное топливо по расписанию. Друзья, прямо сейчас я об этом и начну. Ну, начну, конечно, я с газа. На сегодняшний день газ на полуострове стоит 28 рублей 19 копеек, дизельное топливо 51 рубль 27 копеек, 92-й бензин 47 рублей 17 копеек, 95-й 50 рублей 25 копеек и 56 рублей 59 копеек стоит 98-й бензин. И расскажу немного интересных фактов о топливе. Между прочим, вот Америка, да, как я уже вчера говорил, это 44% вообще потребляемого топлива, именно она потребляет. И вот в день примерно миллиард долларов, представляете, потребители платят именно за бензин. В день это действительно огромнейшая, колоссальная сумма. Это лидер, да, действительно, по потреблению горючего топлива. Есть еще интересный факт. В Ливии, совсем в недавнем прошлом, бензин стоил дороже, чем обычная вода. С чем это связано? Действительно, в стране его очень много, и говорят, что качество было не такое хорошее. Но, тем не менее, бензин дешевле воды, такого больше нигде не было и никогда. Но вообще, раньше бензин считался таким продуктом отходов, потому что в основном из нефти добывали керосин, а бензин никому не был нужен. Ну, естественно, керосин, потому что лампы были, а бензин не нужен был, потому что не было двигателя внутреннего сгорания. Потихоньку переходим к курсу валют на сегодняшний день. Давайте узнаем, что же нам приготовили банки. Итак, сегодня доллар у нас стоит 65 рублей 88 копеек. Евро стоит 74 рубля 96 копеек. Доллар растет, евро растет, соответственно, рубль что делает? Падает, друзья. Потихоньку, помаленько. Но, тем не менее, мне кажется, это может быть весна. Ничего страшного не происходит. Вот так на сегодняшний момент у нас такая ситуация. Слушай, но на самом деле бензин как бы он не стоил, но все равно пока что мы, к сожалению, не можем от него отказаться. Особенно люди, которые все-таки взаимосвязаны с его работой, это водители, перевозчики и прочее. И вот, кстати, один такой водитель нашел способ, как заработать дополнительные деньги, при этом еще и для себя с пользой, и, конечно же, для своего клиента. Таксист решил предлагать всем меню с очень разными опциями. Например, меню состоит из пяти пунктов. Стендап, поездка в тишине, терапевтическая поездка, стрёмная поездка и грубая поездка. И каждый из этих поездок он объясняет так, что если стендап, то, естественно, он будет шутить шутки, рассказывать смешные истории, давать какие-нибудь очень полезные и бесполезные советы. Например, что никогда не набиваете татуировку с именем своей возлюбленной. А во время терапевтической поездки он постарается выслушать своего клиента, дать ему какой-нибудь полезный совет и, конечно же, дать ему возможность выговориться и все, что наболело и накипело. Во время стрёмной поездки таксист молчит, но при этом он иногда бросает пристальные взгляды в зеркало дальнего вида. Во время грубой поездки он просто ругает все вокруг, на чем свет стоит, и, возможно, многим людям... Но говорят, что все-таки больше всего пользуются спросом поездки в тишине и терапевтические поездки. Вот мне интересно, это, получается, в стоимость-то включено или нет? Или это дополнительная услуга? Да, есть дополнительная плата за каждую из услуг. Да, интересно. Но мне кажется, главное, чтобы любая поездка была безопасной. Согласна. Это основное. Это основное. Ну, а мы потихоньку перемещаемся, и нам для этого такси не надо. У нас все хорошо, у нас эфир далее следует. И давайте посмотрим, куда же можно отправиться сегодня, в какие учреждения культурные, какие спектакли, какие фильмы. Прямо сейчас об этом и поговорим. Сегодня в Крымском академическом русском драматическом театре Мини-Горького комедия «Женить Баби Лугина». Равнодушие и утрата семейных ценностей – одна из основных проблем современного общества. Главный герой пытается любой ценой построить себе счастливую жизнь. Чем это для него обернется, вы увидите на основной сцене театра. Пьеса написана в 1877 году и до сих пор не теряет своей актуальности. Начало в 19.00. В это же время на новой сцене драмтеатра культовая постановка пьесы Александра Островского «Свои люди сочтемся». Купец Большов пытается увеличить свое богатство и для этого объявил себя банкротом. Он доверился близким, но жажда наживо сделала их совершенно другими. Бизнес-конкуренция уничтожает человека в человеке. В свое время критики очень негативно высказывались о содержании пьесы. Все действующие лица – купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха – отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны, все пьесы обидны для русского купечества. К сожалению, сегодня это произведение Островского актуально как никогда. В кинотеатрах в этот день «Алита – боевой ангел». В далеком будущем на свалке поклиптического железного города останки женщина-киборга находит милосердный доктор Ида и забирает ее в свою клинику. Когда «Алита» приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. Все новое для девушки в этом мире. Каждый опыт – первый. Пока научится жить на коварных улицах железного города, доктор пытается оградить «Алиту» от таинственного прошлого. Девушка хочет узнать правду о своем происхождении и отправляется в путешествие, которое навлечет на нее всю несправедливость порочного мира. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Завершающая часть мультфильма «Фэнтези. Как приручить дракона 3» уже на киноэкранах. В мирном городе живут викинги и драконы, пока там не появится профессиональный охранник, который обещает истребить всех фурий. Картина ориентирована на детскую аудиторию, но даже взрослому зрителю сложно удержаться от скупой слезы. Теплая душевная атмосфера обеспечена. Сеансы идут в основном по утрам. А я смотрел. И как тебе? Ну, интересно. Я думал, будет гораздо хуже. А что именно? Как приручить дракона? Я о финальном, да, вот это. Многие тоже хвалят Айлиту, говорят, очень неплохое фэнтези, но я не знаю, я не смотрела, поэтому мне сложно судить. Надеюсь, что там действительно что-то интересное. Ну, интересно, прямо сейчас будет следующий сюжет. Я вот думаю, он будет в основном для мужчин или для женщин? Все-таки речь идет о маникюре, соответственно, для женщин. Но есть же мужской маникюр на самом деле, он просто гигиенический для того, чтобы, я считаю, руки у всех должны быть приведены в порядок. Ну и мужчины тоже. Не обязательно они будут накрашены, должны пальцы, ногти. Но, тем не менее, вот просто, чтобы они были ухоженными. Об этом и расскажет наш следующий сюжет. Во все времена женщины уделяли внимание маникюру. В Древнем Египте ногти красили зеленой краской. Во Фрации, напротив, за неестественный цвет могли сжечь на костре. В Греции никогда не закрашивали ногтевую лунку. В Китае считалось, чем больше длина, тем больше человек похож на божество. К 21 веку представление о красоте полностью изменилось. Сейчас весной хочется о чем-то поярче. Допустим, какой-нибудь фуксия или еще что-нибудь такое с блестками. Классический какой-нибудь неброский, легкий, натуральный. Я даю предпочтение пастельным таланам. Наверное, классика меньше яркого. Я даю предпочтение к классическому маникюру. Вкусы, конечно, разные, но индустрия моды диктует свои правила. Основными цветами для маникюра этой весной станут мятный, бирюзовый, сочные оттенки розового. Украсить их специалисты советуют цветочными и авторскими рисунками. В тренде останутся пастельные тона, геометрия и так называемая втирка, особенно популярная последние полгода. Но у фантазии нет предела, и некоторые девушки даже наносят на ногти миниатюрные копии домашних питомцев. Так что массивные 3D-рисунки, стразы и острые коготки уходят на второй план. Самая распространенная форма – это, конечно, квадрат, либо мягкий квадрат. Более элегантно смотрится миндаль. В принципе, тоже она давно актуальна и не выходит из моды. Чтобы подчеркнуть свой образ, женщины выбирают самые смелые решения и техники маникюра. Правая рука может быть одного цвета, левая – абсолютно другого. Многообразие цветов на любой вкус. Ну а классический французский маникюр, который, кстати, больше всего нравится мужчинам, всегда останется в моде, как и аккуратные ухоженные ногти. Но красота красотой, а к вопросу нужно подходить серьезно, как и к выбору специалиста, ведь речь идет о гигиене. Внимательно следим, чтобы в вашем присутствии подобрали и открыли индивидуальный крафт-пакет. Мастер должен работать в специальной повязке и перчатках. Вертим головой по сторонам, обращаем внимание на дипломы о курсах повышения квалификации. Вы можете не стесняться и спрашивать об этом администратора, мастера, как происходит стилизация инструмента. Обычно в любом хорошем салоне красоты существует, ну, как минимум, три этапа стилизации. Это первичная обработка инструмента, ультразвук и сухожар. Если мастер сделал некачественный маникюр, требуйте, чтобы вам вернули деньги. Отказывают в компенсации? Напомните специалисту про статью о защите прав потребителей. Предварительно обязательно проверьте наличие письменной гарантии на предоставление соответствующих услуг в выбранном вами салоне. Ксения Шарапановская, Алим Велиев, Утронового дня. Ну да, мне кажется, самое главное правило в том, что правил в маникюре тем более нет. Ну а сейчас самое время переместиться на гостевую площадку, потому что у нас уже готов гость. Да, все правильно, у нас в гостях директор государственного унитарного предприятия Республики Крым, Крымавтотранс, Игорь Коробчук. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Поговорим о междугородних перевозках. Как сейчас вообще стоят дела? Мы постоянно снимаем сюжеты о том, что вот в городе автобусы обновляются, а вот междугородние перевозки, что с ними у нас сейчас в Республике? Я бы хотел немножко остановиться на том, что удалось в прошлом году сделать нашему предприятию. Потому что сама перевозка – это уже финал, скажем, усилий многих сотрудников. Предоставление не только одного сервиса по перевозке, но это и продажа билетов, это и обслуживание пассажиров, это и комфортно его пребывали на объектах транспортной инфраструктуры. В прошлом году это уже было требование времени. Нам удалось запустить ряд мероприятий, направленных на создание современных эффективных электронных сервисов. Не только для перевозчика, но в первую очередь для наших пассажиров. В начале курортного сезона нами была не только разработана, но внедрена новая автоматизированная система управления перевозок «Кремавтотранс». Она позволила нам не только минимизировать наши затраты, как предприятие, но и увеличить функционал предоставляемых услуг для пассажиров. Продолжением этого стал запуск мобильного приложения, поскольку не секрет, что сейчас интернет-технологии, скажем, очень пользуются спросом у нас пассажиров. Был разработан и введен в работу «Билетик онлайн» для электронных сервисов онлайн-продажи билетов. Это приложение, да, так называется? Это приложение «Билетик онлайн». На его основе было запущено мобильное приложение. Оно работает как на операционных системах iOS, так и Android. Если учесть, что за неполные полгода, которые мы его используем, уже продано больше 16,5 тысяч билетов, оно пользуется, очень пользуется спросом. Почему? Потому что там не только можно посмотреть расписание, там можно выбрать место в автобусе, не только рейс. Плюс к тому же, что нам удалось сделать, и это было очень нелегко, но нам все-таки удалось справиться, это то, что пассажиры имеют возможность рассчитываться картами, имитированными российскими банками, не только мирной визой и мастер-карт. Это очень удобно для людей, которые приезжают с материковой части нашей страны. Приложение называется «Билетик онлайн». «Билетик онлайн». И уже мониторяя это приложение, мы пришли к выводу, что нам до начала курортного сезона, в первую очередь, что надо сделать, это ввести электронный сервис «Контроль за предоставлением услуг». Они в режиме реального времени, кто использует «Билетик онлайн», могут нам сбрасывать аудио, видеофайлы, письменные сообщения, не только оценивая услуги автостанционные и уведомляя нас о нарушениях со стороны наших сотрудников, но и оценивать санитарное состояние автобусов, поведение водителей, то есть уровень сервиса, который предоставляет перевозчик для нашей реакции мгновенной. Еще, что нам удалось сделать на междугородних перевозках, это на всех основных автостанциях мы установили 110 посттерминалов, и люди имеют возможность рассчитываться за билетами и картами, опять же, и виза, и мир, и мастер-карт. Я был удивлен стремительностью популярности этой услуги, потому что на сегодняшний день уже удельный вес выручки, которая идет по безналичному расчету, составляет почти 15% по предприятию. Это буквально за 4-5 месяцев. Поэтому я думаю, что это то, что нам удалось в первую очередь сделать. Могу сказать, что услугами на межмуниципальных, межсубъектовых маршрутах воспользовалось в прошлом году 13 миллионов пассажиров. А как приходит проверка, когда, например, билет куплен онлайн, и как контролер может просмотреть, или это в начале пути просто показывается телефон, в приложении видно, что вы купили билет? Вы уже затруднили нашу дальнюю перспективу, то, что мы планируем делать. Об этом не хотелось говорить, потому что еще только оно в процессе, скажем, разработки на начальном этапе, это чтобы мог человек считывать с мобильного телефона этот билет. Но на сегодняшний день у нас проблем никаких нет. Почему? Потому что покупая онлайн билет, он буквально в течение нескольких минут, эта сделка ложится в нашу автоматизируемую систему управления перевозками, и распечатывая билет, ведомость, когда посадчик заходит в автобус, чтобы отправить автобус, у него уже все купленные билеты, даже онлайн, отмечены в ведомости. Поэтому человек может на телефоне показать, не обязательно распечатывать. То есть проблема у нас на первом этапе была такая проблематика, что только бумажное, чтобы отметить. Но мы пришли к тому, что достаточно показать на телефоне, сверяется номер билета, каждому билету присваивается номер всем, который укажен в ведомости, делается отметка и все. А если человек, например, купил где-то, ну не где-то, а онлайн билет, и, например, он едет там в Симферополь, Ялта, я так понимаю, на станцию курортное он не может, например, сесть в автобус, у него нет возможности, например, где-то по пути следования? Вы имеете в виду, что человек купил билет на одной автостанции, а хоть есть желание, или, например, сложились так обстоятельства, что он хочет уехать с другой автостанции по пути следования? К сожалению, на сегодняшний день это невозможно по одной причине, почему отметка о пассажире на станции ведомости делается на станции отправления. Это законодательно, мы, к сожалению, это сейчас изменить не можем никаким образом, поэтому мы все-таки обращаемся к пассажирам, объясняем, разъясняем. Ну, если у него такой возможности не было, значит возвращаем билет. Если, тем более, у нас возврат билета в электронном виде, если куплено на билете онлайн, значит в электронном виде дает в электронном виде заявку, и ему там в течение дня возвращаются деньги на его счет. То есть нет бумажного документов, оброта по возврату билета, приобретенного в электронном виде, отсутствует. К сожалению, время нашей беседы так быстро подошло к концу, затронули одну тему. Важное, думаю, актуальное, и многие, возможно, прямо сейчас набирают в маркетах это приложение и скачивают, потому что вот мне лично кажется, оно действительно по-настоящему полезно. Спасибо огромное. Это радует, что развивается весь полуостров и, в частности, ваше предприятие. Друзья, а нам пора переходить дальше. Крым онлайн у нас далее в эфире, его и посмотрим. Пьяного мужчину не пустили на посадку в аэропорту Симферополь. 39-летний житель Белогорска угрожал расправой с сотрудником полиции. Одному из них разорвал форму. В итоге дебошира оштрафовали на 500 рублей. Кроме того, материалы о правонарушении направили следственные органы. Троллейбус, легковушка и газель столкнулись чуть ниже верхней Кутузовки, на трассе Симферополя-Лушта. В комментариях отмечают, что всему виной высокая скорость. Этот участок не раз становился местом ДТП. Желание быстрее доехать может привести к таким последствиям. Активно в соцсетях обсуждают и поведение пешеходов на проезжей части. Этот школьник – пример для многих взрослых. Ситуация непростая. Припаркованные авто закрывают обзор. Но ребенок, лишь после того, как убедился в безопасности, пересек дорогу. В Севастополе, напротив остановки улицы Степаняна, произошло ДТП. Сила удара была настолько большой, что вылетел мотор. В комментариях отмечают, что, судя по всему, скорость была больше сотни километров в час. О пострадавших информации нет. Село Ивановка, 15 километров от Симферополя. Автор видео отмечает, что плохой асфальт – главная причина поломок автобусов. Ни на работу не добраться, ни обратно. В южные уголки Крыма приходит настоящая весна. Пользователи всемирной паутины активно делятся фотографиями расцветающих деревьев и первоцветов. Помните о том, что подснежники – краснокнижные растения. Не уничтожайте их. Лучше фотографируйте и выкладывайте в соцсети, чтобы весь мир видел красоту крымской природы. Красиво, да, природа и так далее, фотографии. Ну, не знаю, подснежники видела, а расцветающие деревья еще не встречались мне на пути. Как-то я их не нашла. Может быть, это яхта? Наверняка там же постоянно все. Да, это южный берег. Вот, в частности, в Порт-Ините уже даже сакура, хотя начинали спорить, там, сакура, лычай или что-то, или миндаль, но уже цветет, уже потихоньку цветет. Я вот к чему говорю. Представляешь, как хорошо было бы взять четвероногого друга, отправиться на природу, в горы, да, например, сделать красивые фотографии. Вот, например, если у вас нет его, что же делать? Что же делать? Мы поможем вам срочно, потому что у нас есть собачка, которая очень ищет дом, и она обязательно сейчас вам может понравиться. Алана. Послушная, внимательная, быстро учится, любит внимание и общение с человеком. Возьмите домой, не пожалеете. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Красивая, ой, красивая. Главное, что все эти собаки наверняка очень умные и послушные, потому что отмечаются, что уличные животные, они все-таки вынуждены выживать, как бы это ни звучало, но тем не менее это правда, и поэтому у них гораздо более развит мозг, чем у домашних собачек, потому что у них комфортные условия, им с детства просто дают еду, уход, ласку, любовь, поэтому у них нет необходимости придумывать какие-то способы для выживания. Они неприхотливые, что важно еще, действительно, они едят практически что угодно, поэтому все просто, уход простой, друзья, всего лишь осталось позвонить и забрать Аллану, и все, счастье вам точно обеспечено. Ну, давайте перейдем к следующему сюжету, узнаем, что же еще интересного у нас из всемирной паутины, из глобального такого выбора, мы узнали, что же самое-самое интересное, и для вас мы готовы это представить. Любишь кататься, люби и саночки возить, но в условиях современных технологий данное правило не обязательно к исполнению. Это усвоили даже собаки. Забавно наблюдать, как четвероногий друг человека развлекается на экскалаторе. Народная забава по перетягиванию каната популярна не только в России. В Азии парни тоже любят состязаться в молодецкой силе. Соревнования эти настолько горячи, что напряжение не выдерживает даже прочная китайская обувь. В это время в наших Палестинах рабочие разгружают машину со свиноговяжьим фаршем, замороженным в брикеты. Если бы этот ролик увидели посетители рынка, покупателей в мясном отделе стало бы значительно меньше. Кто угощает? Извечный вопрос в больших компаниях. Интересный способ определения спонсора вечеринки придумали девушки из Канады. Выбор делает кассир, которому предоставляют расправленные веером платежные карты. Что наша жизнь? Игра! По утверждению Фаины Раневской, хоккей на льду – неправильный способ времяпровождения. Очевидно, что это справедливо и к катанию на велосипеде по замерзшему озеру. Видео тому доказательство. Урок выучен. Главное, что неудачливый наездник остался жив. К этому странному видео нет пояснений. Зачем люди разрушают замерзший бассейн, доподлинно неизвестно. Но выглядит оно эпично. Желаем всем таким же героическим образом выезжать во всех непредвиденных жизненных ситуациях. Да, но интернет пестрит с самыми разнообразными новостями. А вот, например, есть даже уже целые разделы, где общаются только роботы. И выглядит это очень странно, потому что иногда роботы, а вернее боты, похожи на человека даже больше, чем сам человек. И оказалось, что на 4 года уже идет эта переписка между этими программами. И они тоже склонны к оскорблению друг друга. Там идет очень странная цепочка, когда один ответ зависит от того, что ответил предыдущий робот. И это все анализируется на основе того, что говорят люди. И подобно людям роботы оскорбляют друг друга. Иногда не знают, что делать и дают друг другу бесполезные советы. Ну, все как у людей, я не удивлюсь. Самое забавное, что, кстати, людям запрещено оставлять там комментарии, потому что они разрушат эту цепочку. И поэтому для того, чтобы обсудить все, что там происходит, у них есть отдельный чат. Да, ну, интересно. А самое главное, зачем? Зачем это надо? Ну, раз есть, значит, есть. Ну, это же интересно понаблюдать, как искусственный интеллект генерирует какие-то ответы. Иногда даже слишком человеческие. Возможно, то есть все-таки наш интеллект... Я тебе скажу, я делал это. Хоть я и не ученый, берешь два телефона, значит. Включаешь. Одноименного с тобой помощника. Алиса, например. Можно еще и Сири затронуть. И они между собой, между прочим, общаются. Главное им успевать выслушать ответ и все это сделать. А так, честно говоря, интересные диалоги получаются. Ну, а прямо сейчас надеюсь, что у нас тоже будет нечто интересное, потому что наш корреспондент Ксения Шарапановская находится в Симферополе и готов выйти с нами на связь. Доброе утро, Ксюша. Доброе, доброе пятничное утро, друзья. Ну, еще кроме того, что сегодня долгожданная пятница, долгожданная весна, наконец-то. Первое марта. Ура! Ну, еще, кроме того, сегодня отмечается день кошек. Что хочу сказать. Я очень люблю этих животных. У меня, вообще, сколько себя помню, всегда были домашние животные и кошки в том числе. Первая кошка, например, была персидская. Звали ее Люська. Да знаете, есть такая разновидность у этой породы. Экстремалы. Это такие с закурдошенным носиком. Очень забавные. Не знаю, честно говоря, не задавалась вопросом, почему именно экстремалы. Будут такое народное, скажем так, забавное мнение, что на этих кошек просто чаще падают кирпичи. Ну, это, конечно, в порядке бреда. Сейчас у меня самая обычная кошка. Зовут ее Соника. Умница, красавица. Любит маму. Я живу везде с ней, но есть один нюанс. Когда она гуляет, она от меня не отходит. То есть, по словам, опять-таки, мамы, когда я выхожу куда-нибудь из дома, кошка становится абсолютно спокойной и адекватной. Как только я прихожу домой, она включает свою сирену и ходит за мной везде по пятам и орет. Друзья, ну а какие у вас интересные истории, связанные с вашими кошечками, с вашими котами? У нас есть страничка в Инстаграме «Утро нашего дня». Обязательно туда заходите. Свою фотографию своей Соньки я обязательно там тоже выложу. Вы тоже выкладывайте своих любимцев и выкладывайте какие-нибудь забавные истории. Что хочу сказать о погоде. Весна уже чувствуется. Действительно, погода начинает радовать. Плюс 5. Влажность, правда, повышенная. Примерно 88%. Но это не страшно. Ожидается небольшой дождик. Но я уверена, что нам, крымчанам, настроение ничего не испортит. Ведь все-таки весна, даже снег уже практически везде сошел. И на этой позитивной ноте хочу передать слово коллегам в студии. Спасибо, спасибо. Ветер, ветер, да? Слышно, что очень сильный. Да, о котором мы говорили, все-таки штормового предупреждения есть в Крыму. Потому что очень сильный ветер. Он был вчера, будет сегодня. Но надеемся, что вы к этому готовы. Потому что предупрежден, значит, вооружен. Да, все правильно, все правильно. И прямо сейчас мы попытаемся переместиться. Попытаемся переместиться на улице Симферополя. И вот я включил не зря площадь Ленина. Потому что там наш корреспондент, который только что был с нами на связи. И мы его видим, как он куда-то идет. Да, вот Ксюша отправилась, видимо, на следующую точку. И я думаю, будет очень интересно. Видите, все прямо так и происходит. Будет в онлайн-режиме прямо сейчас вот она мимо памятника Ленину проходит. Она-то даже не знает, что мы за ней следим прямо сейчас. Да, между прочим. Между прочим, я буду переходить к следующей веб-камере. Попробую сейчас показать вам город-герой Керчь. Представляешь, как удобно на самом деле? Да, действительно, действительно. Если бы я была руководителем, я знаю, чем бы я занималась целыми днями. Веб-камера? А ты где, да? А я в Керче на площади Ленина. Так, включили камеру. Ага, а на площади Ленина мы видим лишь одинокую женщину, которая прогуливается. А тебя там нет, да, скажем. Ну да, есть, кстати, опять-таки там тоже сильный ветер и тучи все-таки есть. Ну, зима заканчивается все-таки, ну, не всегда календарная весна приходит, естественно. Так, как бы хотелось. Да, да, интересно. Так, далее давай переместимся в Ялту. Может быть, там более солнечно, и может быть, там мы что-то увидим такое настоящее морское. Там же еще горы закрывают от ветра, там должно быть более тепло. Да, да, да. Так, ну вот как-то. Нет, я так понимаю, нет, Ялту мы все-таки не увидим. Тогда перемещаемся мы тихонько в другую точку. Ее уж точно вы узнаете. Обычно открывается потрясающий вид. Что-то вот, что-то вот, что-то техника, техника не хочет переключать, друзья. Вот сейчас секунду буквально, и... Это потому что ты играешь помощниками голосовыми, поэтому техника не работает у тебя в руках. Ну, смотрите, да, уже только 8 утра, да, практически на часах, а уже город живет полной жизнью. Ну, а главное, я так понимаю, что достаточно облачный, потому что обычно в это время потрясающие рассветы мы видим. Ну, сообщает нам, что пора уже двигаться далее в эфире. Вот прямо сейчас, я так понимаю, что на улице холодно. И если вы пытаетесь замерзнуть, не надо это делать, потому что наш корреспондент знает способы, как же согреться. Прямо сейчас Артем Андроновский об этом и расскажет. Признаюсь, не рассчитал с погодой и порядком замерз. Нужно срочно согреваться. Нередко прогулка в лесу может обернуться мокрыми ногами и больным горлом. Особенно в переменчивую крымскую зиму. Первое, что приходит на ум, утеплиться. Посмотрим, что с собой я взял из одежды. Такие вещи, конечно, нужно продумывать заранее. Например, всегда носить с собой шапку или сменные носки. Шапки нет, а зря. Лучше всего подойдет головной убор, который плотно закроет уши. Несмотря на то, что в них больше всего кровяных сосудов, они очень быстро отдают тепло. Отморозить уши раз плюнуть, а вот согреть совсем не так просто. Делать нечего, значит утепляемся тем, что есть. Но у меня с собой все же есть перчатки. Хорошо, уже что-то. В мороз, конечно, лучше подойдут варежки. Они также защищают руки от внешнего холода, но пальцы обмениваются теплом между собой. Ничего, воспользуемся тем, что есть. Обувь. Пожалуй, самый важный аспект. Важно, чтобы она не пропускала влагу и была просторной, не нарушая кровообращение. В этом мне повезло на все 100. Если обувь не слишком тесная, лучше всего подойдут плотные шерстяные носки. Да, возможно, они не так удобны при носке, но тепло в ногах быстро окупит дискомфорт. Принцип луковицы. Постарайтесь надеть как можно больше вещей. Воздушная прослойка между ними хорошо сохраняет тепло. Главное, чтобы вам было комфортно двигаться. А мы тем временем уже вышли к цивилизации. Вовремя, потому что начался снегопад. Теперь главное поскорее попасть в теплое помещение. Греться, восстанавливать силы. Путь до дома еще не близкий. Самое время подумать о том, что нужно было сделать заранее. В первую очередь плотно поесть. Жиры и медленные углеводы надолго обеспечат вас энергией, а значит теплом. Я об этом не подумал. Но ничего, у меня кое-что есть. Быстрые углеводы, не такое качественное, но все же решение. Горячий и сытный обед – лучшее начало прогулки в зимний вечер. Энергия, получаемая из еды, питает не только мускулы, но и иммунную систему. Как бы просто это ни звучало, выходите из дома уже теплыми. Наденьте шапку и застегните куртку заранее. Сохраняйте драгоценные джоули. Народное средство – сухой горчичник. Положите его в носки, и он будет греть ваши ноги в течение 12 часов. Осторожно, жжется. Можно также положить и в перчатки. Так, тут, кажется, прямо. Рассчитайте маршрут заранее. Лишний час на улице может подарить вам простуду. Тем более сейчас есть интернет и GPS. Хай-тек в помощь. Чего сейчас на рынке только нет. Перчатки с обогревателем, ботинки с подогревом. В общем, любители комфорта, интернет вам в помощь. В плохую погоду не выходите из дома в одиночку. Да, случается всякое, но с компаньоном мороз и сырость переживаются легче. Между прочим, это научный факт. В крайнем случае можно позвонить другу по телефону. Алло, Александр, расскажи мне про наш дендрарий. Но в сильный мороз лучше обойтись наушниками. Их важно вложить под шапку, иначе уши замерзнут. Закаляйтесь. Здоровый выносливый организм справляется с холодом куда лучше, чем больной и слабый. Совсем не обязательно прыгать в прорубь. Приучите себя к правильному режиму, регулярному здоровому питанию, а главное физической нагрузке. Теплом себя баловать тоже не стоит. Горячий душ, хоть и приятный, но далеко не всегда полезен. Но все это нужно было делать заранее. А сейчас я порядком замерз. Нужно найти способ согреться. Обойдемся без повышения градуса. Алкоголь действительно согреет вас на короткое время, но потом ваш организм начнет быстро отдавать тепло. Подойдут теплые, но не горячительные напитки. Например, салатки-чай. О, спасибо! Возьмите с собой термокружку или просто термос. Влага на рынке представлен огромный выбор. Почти инстинктивное желание почереть руки на морозе возникает не просто так. Массаж конечностей увеличивает приток крови, а значит согревает. Не менее важно много двигаться. Приседать и отжиматься не стоит. Это согреет, но потратит драгоценные калории. А нам они нужны для обогрева. Дышите. Медленные и неглубокие вдохи позволят не только сохранить тепло, но и не дадут морозному воздуху обжигать легкие. Кроме того, доказано. Размеренное дыхание уменьшает психическую нагрузку. Нет тепла? Значит нужно его выработать. Например, тибетские монахи способны нагреть тело одной лишь силой мысли. Тумо. Техника, позволяющая ускорять выработку тепла методом сосредоточения. Поговаривают, некоторые монахи могут сушить на своем теле мокрую одежду в мороз. Правда-неправда, а вот отвлечься поможет. Да и самовнушение еще никто не отменял. Если вы вдруг почувствовали онемение лица, действовать нужно срочно. Сделайте 15-20 вот таких наклонов вниз. Это разгонит кровь по телу и вам станет легче. Помните, наша главная задача вернуться в теплое место. Никак нельзя допустить обморожение. Кажется, я согрелся. Теперь-то уж точно не заболею. Цените тепло. Особенно то, которое дарят ваши близкие. Берегите себя, а главное не мерзните. Ну что ж, доброе утро всем тем, кто к нам только-только присоединился. Это второй час нашей программы. Мы приветствуем вас с удовольствием, с огромным сообщением, что сегодня 1 марта. Сегодня 1 марта, первый день весны. Хотя я думаю, мы-то сообщили, да? А что же будет в соцсетях твориться сегодня? Почему? Это уже станет, ну это же начнется мейнстрим скоро, да? Всех будут говорить, ура, весна, весне дорогу, ура, поснежники расцвели, все хорошо у нас. Ну это просто такая... Нашего собственного корреспондента Анастасии Сосниной. Александр Кискин каждый день встречает с лопатой. Засыпают лужи, которые превращаются в болото. Для него это дело привычное, как и для его соседей. Грязь вся сюда вот льется оттуда с дамбы. У нас все ямы полные, ну и в доме от этого сырость, конечно. Причин потопления несколько. Виноваты и сами жители. Во время засухи они сделали в пруду врезки, чтобы пользоваться водой. А потом пошли обильные дожди. Месяц назад водоем наполнился, и вода начала проходить сквозь дамбу. Чтобы предотвратить ситуацию, было принято решение произвести искусственный выпуск воды вот в этот пруд. Плотина по-прежнему находится в аварийном, подвижном состоянии. Поврежденный старый водовод – еще одна причина. Местные власти пришли к выводу – серьезный ремонт необходим. Специализированная организация проведет обследование, выяснит причину, разработает план. Возможно, это будет расчистка этой дамбы до места течи, замена водовода. Это необходимая организация новой задвижки. В советские годы водоем использовали для орошения полей. Плотина постепенно приходила в негодность. В украинское время этим не интересовались. Дамба оставалась бесхозной и разрушалась. И только в 2017 году правительство Севастополя передало объект в собственность Орлиновского муниципального округа. Правительство Севастополя обещало нам выделить финансирование в размере 10 миллионов 700 тысяч на устранение вот этой аварийной ситуации. Решить проблему планируют к началу курортного сезона. Тем более, что через год на этой территории создадут зону отдыха для жителей и гостей Севастополя. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров. Новости 24. Севастополь. 104 крымские семьи получили государственную помощь с 2016 года на основании социального контракта. Их заключали во всех районах Крыма. Лидеры – Джанкойский и Сакский. Сумма выплаты до 90 тысяч рублей. Кто может воспользоваться поддержкой из республиканского бюджета, расскажем в следующем материале. Пчелы любят трудолюбивых. Андрей Герасименко рассказывает, работы хватает и зимой, и летом. Сейчас главное следить, чтобы пчелы находились в тепле. В хозяйстве у мужчины 30 улев. Есть семьи, которые 5-6 тысяч. В основном хорошая семья будет стоить не меньше 6 тысяч, которая будет носить мед. Заняться пчеловодством смогли благодаря государственной помощи на основании социального контракта. Андрей и Людмила воспитывают шестерых детей. Мальчики помогают отцу делать рамки. Вся семья готовится к весеннему сбору меда. А на пасеку любят выезжать? Да. А Елена и Евгений Токар два года назад стали разводить птицу. На 90 тысяч купили корм, 200 кур и 80 бройлеров. Для себя что-то, что-то, как говорится, для продажи. Ну, потому что одно мясо что же не будешь кушать? У меня вот семеро детей. До того, как получили социальную поддержку, птицеводством не занимались. С каждым годом стремятся расширять хозяйство. Это у нас Маша. Взяли вот мы себе двое. А там у нее есть жених еще. На вырученные деньги купили и инкубаторы. Собираются вывезти утят и цеплят. А здесь я придумал сам. Вот такую сеточку взял, положил туда яички, проволочка. И передвигаю их туда-сюда. Поддерживаем температуру. И какая температура должна быть? 27, ну, 37,2. Это для уточек мы делаем. С 2016 года государственную помощь на основании социального контракта получили 104 семьи. Эти деньги они могли потратить на ведение личного подсобного хозяйства. Например, приобрести крупные рогатые скот, коз, кур или построить теплицу. Алими Асанова два года назад купила каркас для теплицы, пленку, торф и семена. Сейчас выращивает ялтинский лук. На вырученные деньги, так же я как одна воспитываю троих детей, приобрела детям одежду, школьные принадлежности, так как у меня есть школьник. Ну и в садик одели. Признается, создать тепличное хозяйство без государственной поддержки не смогла бы. Обратиться за данной помощью могут граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и доход которых ниже величины прожиточного минимума. Использоваться может вообще назначение данного пособия для улучшения жизненных условий. Это может быть как развитие подсобного хозяйства, поиск работы, индивидуальное предпринимательство. С 2016 года на эту программу республика выделила около 9 миллионов рублей. В 2019 предусмотрено больше трех. Воспользоваться такой помощью не чаще, чем раз в три года. Могут трудоспособные, малоимущие семьи и одинокие жители Крыма. Если деньги потратят не по целевому назначению, их придется вернуть. Анна Нечуговская, Иван Евдокимов, Новости, 24. Если вдруг на предстоящие праздники вы собрались отправиться не в Крым, а, например, в Венеции, то у меня для вас плохая новость, потому что власти собираются там ввести платный въезд в город. И зависеть это будет от того, в какой сезон будет приезжать турист. Например, если это будет сейчас, с 20 мая, с 1 мая, вернее, они собираются ввести 3 евро, а в дальнейшем, с 2020 года они собираются 6 евро в нетуристический сезон, 9 евро в туристический сезон. И вообще это немножко странно, что собираются брать деньги с туристов, потому что отдых становится с каждым годом все дороже и дороже. Хотя он так необходим любому человеку. Я вот подумал, можно говорить о Венеции, говорить, вот, ай-яй-яй, нехорошие, а можно сказать, приезжайте в Крым. Друзья, ну действительно, у нас здесь пока такого нет и налога курортного, да, насколько я помню, что-то хотели такое вводить, но пока его нет, поэтому приезжайте, у нас все замечательно. В Венеции нет, воды хватает. Надеюсь, дамба это не прорвет, да, о которой говорили, все будет замечательно. Культурные мероприятия у нас тоже не переводятся, поэтому думаю, что вам будет очень актуально и полезно посмотреть, что же будет происходить сегодня в столице Крыма. Сегодня в Крымском академическом русском драматическом театре Мини-Горького комедия «Женить Бабилугина». Равнодушие и утрата семейных ценностей – одна из основных проблем современного общества. Главный герой пытается любой ценой построить себе счастливую жизнь. Чем это для него обернется, вы увидите на основной сцене театра. Пьеса написана в 1877 году и до сих пор не теряет своей актуальности. Начало в 19.00. В это же время на новой сцене драмтеатра культовая постановка пьесы Александра Островского «Свои люди сочтемся». Купец Большов пытается увеличить свое богатство и для этого объявил себя банкротом. Он доверился близким, но жажда наживо сделала их совершенно другими. Бизнес-конкуренция уничтожает человека в человеке. В свое время критики очень негативно высказывались о содержании пьесы. Все действующие лица – купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха – отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны, все пьесы обидны для русского купечества. К сожалению, сегодня это произведение Островского актуально как никогда. В кинотеатрах в этот день «Алита – боевой ангел». В далеком будущем на свалке апокалиптического железного города останки женщина-киборга находит милосердный доктор Ида и забирает ее в свою клинику. Когда «Алита» приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. Все ново для девушки в этом мире. Каждый опыт первый. Пока научится жить на коварных улицах железного города, доктор пытается оградить «Алиту» от таинственного прошлого. Девушка хочет узнать правду о своем происхождении и отправляется в путешествие, которое навлечет на нее всю несправедливость порочного мира. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Завершающая часть мультфильма «Фэнтези. Как приручить дракона 3» уже на киноэкранах. В мирном городе живут викинги и драконы, пока там не появится профессиональный охранник, который обещает истребить всех фурий. Картина ориентирована на детскую аудиторию, но даже взрослому зрителю сложно удержаться от скупой слезы. Теплая душевная атмосфера обеспечена. Сеансы идут в основном по утрам. Да, конечно, как приручить дракона вы можете узнать в мультфильме, но а как приручить ваш автомобиль, конечно, для этого необходимо его постоянно кормить. Иначе он никуда не поедет. Чем его? Конечно же топливом. Начнем мы с газа. Он стоит на сегодняшний день 28 рублей 19 копеек. Дизель стоит 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей 17 копеек. 95-й 50 рублей 25 копеек. И 98-й бензин стоит 56 рублей 59 копеек. И потихоньку мы перемещаемся в мир финансов. И я вам расскажу интересные факты о валютах мира. Итак, например, знаете ли вы, что в некоторых странах мира, в частности в Австралии, Таиланде, Новой Зеландии, в некоторых других странах, купюры сделаны из пластика. В принципе, вот так, внешне они ничем не отличаются. Но если вы попытаетесь, например, их порвать, у вас ничего не получится. Они очень долговечные. Что самое интересное, даже если вы ее постираете, ничего страшного не произойдет. Она пластиковая, она действительно крепкая. И говорят, что именно за пластиками деньгами будущее. А вот самая популярная в мире банкнота, для меня это стало настоящим сюрпризом. 500 евро. А представляете, не думал, не думал никогда. Интересно, сколько это 500 евро в рублях? И через пару секунд обязательно об этом узнаете. И уже у нас появляется курс валют на сегодняшний день. Давайте узнаем. Доллар стоит сегодня у нас 65 рублей 88 копеек. Евро стоит 74 рубля 96 копеек. Доллар растет, евро растет. Рубль не крепнет. Такая у нас ситуация на данную минуту. Дело в том, что совсем недавно Общественная палата Крыма согласовала новые тарифы на городские и пригородные пассажироперевозки. Все уже давно знают о том, что собираются повысить цену за проезд. И в Симферополе вырастет, скорее всего, до 17 рублей. С того, что есть сейчас 13. В Саках и Судаке с 11 до 15. В Бахчисарая с 12 до 15. А также произойдет сохранение действующего тарифа в Красноперекопске и Черноморском. Там 14-15 рублей, соответственно. Это будет связано напрямую с тем, что повышается бензин. И также очень сильно надеемся, что повысится качество пассажироперевозок. Водители не будут грубить, хотя я уверена, что это никак не связано с ценой. Но все-таки будем верить, что, естественно, качество улучшится. И именно поэтому цена увеличивается. Мне кажется, когда престижность этой профессии увеличится, когда действительно будет большая зарплата, хорошая, когда будет конкуренция, тогда все встанет на свои места. И, возможно, повышение тарифов, ну, как бы незначительное для каждого пассажира, по моему мнению личному. Но, тем не менее, возможно, приведет это к улучшению. Вот, например, да, совсем недавно произошел случай. Водитель пассажирского автобуса выехал на маршрут Евпатория-Желтокаменка в состоянии алкогольного опьянения. Ну, это как бы вообще ни в какие ворота не лезет. И действительно остановились сотрудники ГИБДД. И во время проверки документов поняли, что, ну, просто чувствуется запах, да, алкоголя. Проверили. А, нет, водитель отказался от проверки. Вот что самое интересное. Ну, как мы знаем, да, по правилам, если отказался от проверки, это означает, что... Что-то неладное. Что-то неладное. И, соответственно, сразу же составляется протокол. Так и написано. Отказался. Но это равноценно тому, что ты в алкогольном опьянении. Ну, не надо так делать, потому что, как минимум, пассажиры, автобус полон. Я не понимаю, о чем думал в этот момент водитель. Ну, кстати, хочется мне еще добавить, что в качестве основных составляющих увеличения экономически обоснованного тарифа в справке указаны рост цен на дистоплива, обновление подвижного состава и установка в транспортных тестах тахографов. Поэтому будем верить, что, наконец-то, будут у нас новые автобусы, троллейбусы, маршрутки. Автобусы, троллейбусы мы уже видели и уже отметили, насколько хорошо и комфортно в них перемещаться. Ну, в частности, отмечаем не только мы, но и пользователи соцсетей. Что же там интересное говорят? Давайте переместимся на крымский сегмент интернета и узнаем, о чем же там говорят на сегодняшний день. Пьяного мужчину не пустили на посадку в аэропорту Симферополь. 39-летний житель Белогорска угрожал расправой с сотрудником полиции. Одному из них разорвал форму. В итоге дебошира оштрафовали на 500 рублей. Кроме того, материалы о правонарушении направили следственные органы. Троллейбус, легковушка и газель столкнулись чуть ниже верхней Кутузовки, на трассе Симферополя-Лушта. В комментариях отмечают, что всему виной высокая скорость. Этот участок не раз становился местом ДТП. Желание быстрее доехать может привести к таким последствиям. Активно в соцсетях обсуждают и поведение пешеходов на проезжей части. Этот школьник – пример для многих взрослых. Ситуация непростая. Припаркованные авто закрывают обзор. Но ребенок лишь после того, как убедился в безопасности, пересек дорогу. В Севастополе, напротив остановки улицы Степаняна, произошло ДТП. Сила удара была настолько большой, что вылетел мотор. В комментариях отмечают, что, судя по всему, скорость была больше сотни километров в час, а пострадавших информации нет. Село Ивановка, 15 километров от Симферополя. Автор видео отмечает, что плохой асфальт – главная причина поломок автобусов. Ни на работу не добраться, ни обратно. В южные уголки Крыма приходит настоящая весна. Пользователи всемирной паутины активно делятся фотографиями расцветающих деревьев и первоцветов. Помните о том, что подснежники – краснокнижные растения. Не уничтожайте их. Лучше фотографируйте и выкладывайте в соцсети, чтобы весь мир видел красоту крымской природы. Красиво у нас на полуострове. И вот, между прочим, варьки. Варьки говорят, что вскоре вернутся на улицы городов. Но это же не очень красиво. Да, это не очень красиво. Но, я так понимаю, может быть, они какие-то будут дизайнерские, какие-то новые. Но, что самое важное, там не будут продавать алкогольные напитки и сигареты. Будут такие товары, которые необходимо тебе быстро на бегу купить. Говорят, что не очень красиво, но, тем не менее, удобно. Возле дома они будут расположены. Я, с другой стороны, попытался понять. А действительно, ларьков у нас нет разве? Нет. Нет, нет, нет. Практически нет. Ну, то есть какие-то другие формы они приобрели? Есть газетные киоски, но это немножко другое. Я думаю, что, вот, например, кстати, если будет, по примеру, Санкт-Петербурга, где они все приведены в одну единообразную форму, то есть которая не портит внешний вид города, то это будет, может быть, даже неплохо. Потому что газеты, журналы, книги, какие-нибудь такие товары, шоколадки, очень удобно, наверное, будет. Особенно, если вдруг кому-то ты что-то должен. Быстренько купил и все. Быстренько на остановке взял и отправился. А в Японии сумоистам запретили... Мне подсказывают, что у нас Ксения готова выйти с нами на связь. Ксения? Хорошо, не ждали, но давайте скорее узнаем, что же она хочет нам так рассказать срочно. Доброе утро, Ксюш, еще раз. Доброе утро, снова доброе утро, пятничное утро. И с первым днем весны всех нас. Я поздравляю, нахожусь я в Екатерининском парке. Как мы можем видеть, уже движение оживлено достаточно. Возможно, уже где-то появились пробки. Обязательно следите за этим, за ситуациями на дорогах вместе с нашей программой. Что хочу сказать о погоде. Весна все-таки радует. Сегодня обещают до 5 градусов тепла. Небольшой дождь, но, как я уже говорила, я думаю, это никому не испортит настроение. Хочу вернуться к нашим кошечкам. Не забывайте выкладывать свои истории и фотографии в Инстаграме на нашей странице «Утро нового дня». Желаю всем отличного настроения. Будем дальше следить вместе с вами за событиями на дорогах. Студия вам слово. Спасибо большое. Действительно, сегодня день котов и кошек. Мы уже это слышали. Ну, не знаю, как ты слышал или не слышал. Я уже отметила, что март начался для себя. И немножко раньше, чем этого хотелось. А ты слышала по звукам, да, на улице, которые происходят обычно? В 4 утра, когда они начинают заявлять о том, что март уже пришел, дурными голосами начинают вопить о том, что пора. Пора просыпаться, видимо, в 4 утра. И знать о том, что у них там происходит. Так что, я же все-таки хочу вернуться в Японию к сумоистам, которым запретили бороды и татуировки. А еще им запретили отращивать длинные ногти. Дело в том, что у них есть, оказывается, приметы и поверье, что борода нестриженная и ногти принесут им удачу и победу. На что им сказали, что это не очень гигиенично, поэтому необходимо держать свое тело в чистоте. И будут строго следить за тем, чтобы зрители не видели ни в коем случае каких-то неприятных вещей. Другой вопрос, конечно, это культура целая. Естественно, что даже не профессия, а вид спорта сумо очень считается важным и уважаемым. Но мне кажется, не совсем нормально, что люди свое тело в такие формы приводят специально, это нарочито созданно лишний вес. Ну, слушай, действительно, это спорт. А хорошо, давай тогда перейдем. А что же лучше, можем сказать, пить, курить и так далее? Нет. Это один из видов развлечений, мне кажется. Просто, ну, как бы, понятное дело, ты выбрал из двух зол, что хуже, то есть плохо или очень плохо, ну, я не знаю. Тут несложно, конечно, определиться. Мне кажется, все-таки лучше не только держать свое тело в чистоте, но и действительно поглощать полезную пищу и держать себя в порядке. И свое животное тоже содержать в чистоте и порядке, и регулярно его стричь, мыть и любить, что самое главное. Ну, а кто же стрижет собак? Как же называется эта профессия? Об этом прямо сейчас и расскажет нам Ольга Литвиненко. Окультуримся сегодня. Многие думают, что покормил собаку, выгулял и все. На этом обязанности ответственного хозяина закончились. А ведь питомцев еще нужно купать или, например, стричь. Одни стараются сделать это самостоятельно, другие обращаются к грумерам, не всегда понимая, в чем заключаются тонкости работы таких специалистов. Их профессия опасна. Нельзя забывать, что животное могут поцарапать или укусить в ответ на самые безобидные действия. Ведь поддерживать характерный стиль питомцев – дело далеко не из легких. Померанский шпиц по кличке Фролл очень жизнерадостный и любит улыбаться, позировать. Он постоянный клиент грувер-салона и приучен к уходу. Мастер знает, как с ним обходиться и от чего шпиц получает настоящее удовольствие. Абсолютно спокойно относится к стрижке. Некоторые собачки переживают, нервничают. Но здесь хозяева любят видеть красивого питомца, поэтому достаточно часто к нам ходят. И он абсолютно нормально реагирует на все процедуры, которые мы с ним делаем. Собаке от карликовых пород до бойцовских, вне зависимости от размера питомца, к каждому нужен индивидуальный подход. В первую очередь это любовь и понимание животных. Потому что если вы не понимаете этих существ, то и работать с ними вам будет сложно. Питомцы чувствуют, если к ним плохо относятся или их боятся. Клиенты привыкают к рукам одного мастера и начинают переживать, если приходят к другому человеку. Характеры у них абсолютно разные, как и у людей. У них даже разные лица. Если мы будем смотреть на собак, каждая собачка – это индивидуальность. И я, конечно, стараюсь в свою очередь к своим клиентам найти какой-то подход, чтобы им было комфортно со мной, чтобы они не боялись ко мне ходить, чтобы они не убегали в страхе отсюда. В обязанности грувера входит не только стрижка, но и много других процедур. Чистка ушей, зубов, обработка когтей, уход за глазами. Обязательно нужно подстригать коготочки у животных, чтобы им было комфортно ходить. Мы делаем такие гигиенические процедурки. Убираем лишнюю сердце с лап. В груминг-салоне обслуживают не только собак, еще кошек и других домашних любимцев. Например, грызунов, кроликов и морских свинок. После таких процедур счастливые питомцы, виляя хвостиком, отправляются восхищать окружающих. В России груминг в современном понимании пришел лишь в 90-х годах 20-го века. На протяжении долгого времени СПА-процедуры для животных считались роскошью, предназначенной для аристократических домашних питомцев и дорогих охотничьих собак. В наше же время встреча с холеными четвероногими мало кого удивит. Средняя цена срежки верного друга опустошит кошелек хозяина на 2000 рублей. В эту сумму входит купание, сушка-феном, обработка ушей питомца. Если попросите состричь своему рексу когти, приготовьте еще 200 рублей. Помыть и подстричь кошку можно за 1500. Такая же процедура для морских свинок и декоративных кроликов обойдется в 600 рублей. Ольга Литвиненко, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Красивый, ми-ми-ми, можно сказать. Ну, действительно, мне кажется, уход необходим всеми животными, людям. И суммаистам тоже... Стоило бы, да. Хотя, ну, то есть, опять-таки, это просто примета. Тут уже традиции борются со здравым смыслом. Да, это дело такое, это дело такое. Но со здравым смыслом необходимо бороться. Вот, в частности, да, в уральской школе детям предложили компот с червями. У заголовок такой, да, какой-то интересный. Кажется, что-то такое прямо шокирующее. Шокирующее. Но, тем не менее, суть в чем в том, что компот был из сухофруктов. Вот. И там не было ничего такого плохого. То есть, он не был старым и так далее. И, видимо, в каком-то фрукте просто попался червячок. Но, тем не менее, пресса подхватила. И я, когда прочитал, я думаю, ой, нет, зачем это с утра, необходимо знать людям. Даже не буду говорить. А потом думаю, да, ну, а что плохого? Настоящие фрукты, ну, почему бы и нет? Ну, произошло, произошло. Убрали как-то тихонечко, да и все. Вот главный показатель, мне кажется, действительно, то, что это настоящий, без вот этих всяких обработок, потому что есть вот там вот эти паразиты. И главное, немного. Я думаю, что не должно быть паразитов в компоте. Все-таки, мне кажется, что... Могли бы проследить, да, чтобы их не было. Ну, как минимум, то есть, отсортировать сухофрукты, опять-таки. И существует такая процедура, это процеживание. Но об этом, наверное, лучше не нам рассказывать, а специалистам. А я пока хочу отметить, что в интернете уже появились свои правила для общения. И необходимо, оказывается, многим о них сообщать, потому что, к сожалению... Я, например, терпеть не могу аудиосообщения. Моя младшая сестра обожает всегда их отправлять, потому что, то есть, как, видимо, она считает, что это экономит время. Я не могу объяснить. Оказалось, все потому, что у нас разные возрастные категории. Поэтому, то есть, то, что считают, я уже перешагнула за этот порог, и поэтому для меня это уже недопустимо. Так же, как и я, считают все люди, которым за 25, что аудиосообщения лучше не отправлять, а еще лучше не отправлять их ночью, потому что очень неудобно слушать, что же вам наговорил тот или иной человек. Коллегам можно писать по выходным, а друзьям по ночам. Но только, опять-таки, не стоит слать аудиосообщения. Про цифровой этикет, вот минимальные какие-то есть ответы. Это про то, что, например, если ты и говоришь незнакомому человеку «привет», то есть это допустимо, но все-таки стоит дальше сразу продолжить суть. О чем же вы хотите его спросить? Как дела, да, спросить? Не ждать, когда же он ответит тем же, то есть сразу изложить какую-то... Ну, малознакомому человеку вряд ли ты будешь спрашивать, как дела. Ты, наверное, сразу изложишь ему все, что у тебя накипело, и все, что ты хочешь у него узнать. Также обращаться... Обращение на «вы» все-таки сейчас склоняются люди в интернете обращаться на «вы» с маленькой буквы, а не с большой писать, потому что это все-таки кажется чем-то неудобным и даже немножко устаревшим. Также мнения разделились по поводу рабочих писем. На выходные их можно писать, но все-таки многие люди, конечно же, не в восторге. Ну и, конечно же, не надо писать большими буквами, даже если это что-то важное. И не используйте смайлики, если вы обращаетесь к незнакомому человеку, потому что он может это не оценить. Ну, вообще, интернет — очень интересная вещь, и, главное, современный мир, я думаю, без него никуда. Но в этом потоке информации есть самые интересные моменты, которые специально для вас мы отобрали и прямо сейчас и покажем. Любишь кататься, люби и саночки возить. Но в условиях современных технологий данное правило не обязательно к исполнению. Это усвоили даже собаки. Забавно наблюдать, как четвероногий друг человека развлекается на экскалаторе. Народная забава по перетягиванию каната популярна не только в России. В Азии парни тоже любят состязаться в молодецкой силе. Соревнования эти настолько горячи, что напряжение не выдерживает даже прочная китайская обувь. В это время в наших Палестинах рабочие разгружают машину со свиноговяжьим фаршем, замороженным в брикеты. Если бы этот ролик увидели посетители рынка, покупателей в мясном отделе стало бы значительно меньше. Кто угощает? Извечный вопрос в больших компаниях. Интересный способ определения спонсора вечеринки придумали девушки из Канады. Выбор делает кассир, которому предоставляют расправленные веером платежные карты. Что наша жизнь? Игра! По утверждению Фаины Раневской, хоккей на льду – неправильный способ времяпровождения. Очевидно, что это справедливо и к катанию на велосипеде по замерзшему озеру. Видео тому доказательство. Урок выучен. Главное, что неудачливый наездник остался жив. К этому странному видео нет пояснений. Зачем люди разрушают замерзший бассейн, доподлинно неизвестно. Но выглядит оно эпично. Желаем всем таким же героическим образом выезжать во всех непредвиденных жизненных ситуациях. Бывает, бывают и такие вещи. Друзья, ну а нам пора перемещаться, конечно, не на льдине, а так пешком в гостевую площадку, потому что у нас есть гость. Это Злата Цирцинс, главный художник Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно вас видеть. Итак, расскажите, пожалуйста, мы знаем, что совсем скоро будет премьера или была даже уже премьера мюзикла «Леонардо». Театр готовится к новой премьере. Мюзикл «Леонардо» на музыку уже знакомого крымчанам Кимом Рейтбурга. У нас «Дубровский», «Мост над рекой», «Снежная королева». Уже идут спектакли с его музыкой. Новая для этого спектакля. Новый художник. Мы пригласили Юрия Ивановича Суракевича. Это очень интересный художник. Я с ним когда-то работала в русском театре, еще у Новикова. Я была у него художником по костюмам. Он очень интересный постановщик. Я считаю, что это правильный выбор вообще для такого спектакля, как «Леонардо», потому что Юрий Иванович очень любит всякие механизмы. Поэтому он использовал чертежи «Леонардо да Винчи» оригинальные, чтобы перенести их в декорации. Мне очень нравится, как он работает. Я считаю, это вообще полезный очень для театра опыт, когда в команде меняется один из постановщиков. Это как будто все время сдвигаешь картинку на какую-то новую. Меняется композитор, меняется режиссер. То есть, например, в прошлом году «Алые паруса» у нас ставил московский режиссер Меркулов. В этом году в спектакле «Леонардо» у нас другой постановщик-художник Суракевич. И это всегда очень полезный опыт и в работе для цехов, для артистов, но и в картинке, потому что меняется картинка. Для картинки очень важны костюмы. Расскажите, пожалуйста, в этот раз, как вы готовились к предстоящей премьере? Ну, поскольку там другой художник, то меня попросил он просто, как мужчина, он не очень любит возиться с тряпочками. Он попросил меня выбрать ткани. Ну, естественно, по его эскизам, с его техническими оговорками, как надо, как бы он хотел, как он приблизительно видит. Вот я выбрала для него ткани. Ну, могу сказать, что традиционно для нашего театра, конечно, благодаря тому, что мы обласканы Министерством культуры Ириной Вадимовной, у нас очень хорошее финансирование. А это очень важно, то есть у нас все спектакли очень красивые, зрители к этому привыкли, и костюмы и сейчас будут очень красивые. Декорация вообще фантастическая, я с удовольствием наблюдаю монтировки. Очень интересно, совершенно по-другому. Ну, в костюмах я, конечно, выбрала ткани, как мне сказал художник, отдала все в работу, объяснила конструирование, как это шить, но постаралась дальше не вмешаться, потому что тогда получились бы мои костюмы, а не его костюмы, если бы я еще провела примерки и сделала так, как это делаю я. Ну, он и без меня прекрасный художник. То есть, ну, моя помощь в данном случае заключалась вот в этом. Расскажите пару секретов, потому что, когда вблизи смотришь на костюмы, то не видишь в них ничего особенного, а потом на сцене он вдруг переливается, играет всеми красками. Так я вот как раз недавно была в театре, и очень было... А на чем вы были? Вот приезжал театр Елизарова, театр танца, и у них были костюмы вблизи, ничего особенного, но когда это на сцене, оно просто переливалось всеми цветами, оно было настолько ярко, настолько красиво. Ну, это если это бальники, то это страза Сваровский, страза всегда переливается. Если это театральные костюмы, там другие особенности. Если вы были на трех мушкетерах? Нет, еще не было. А вот сходите. Это такой праздник, роскошный спектакль, очень красивый. Но театральные костюмы тоже бывают разные. Наши, например, я знаю, что мне, как художнику, характерен почерк, мои костюмы очень многодельные, и они действительно красивые. Недавно у меня была персональная выставка в библиотеке Франко. Это костюмы, на которые приятно смотреть вот так вот близко, с расстояния метр. Там очень красивые аппликации, выработка прекрасная. В отличие от многих других, у меня нет тенденции, считая, что это далеко, тут не видно, тут не видно. Нет, это сделано хорошо. Это всегда сделано хорошо. Просто плюс театральные технологии, в которые добавляются. Роспись помимо аппликации, если необходимо. И такое. А потом еще работает свет театральный. На театральной сцене, например, даже пластмасса выглядит стразами. Тут главное не перебрать, потому что мы же не бальники. Нам не надо переливаться, нам не надо, чтобы костюм перекрикивал героя. Но если надо, чтобы он блестел, тут очень четко надо выбирать, что, чтобы не скатиться в цыганщину. Тут главное правильно вычитать пропорции этого блеска. А когда вы создаете костюм, для вас что главное? Чтобы актер подстроился под костюм или же костюм под актера? Поскольку для актера это очень важно. Это самоощущение, это совсем другие эмоции. И главное, действительно, ощущение на сцене, когда он в костюм какой-то переоблачается. Понимаете, костюм... Во-первых, задачу ставит режиссер. Я всегда говорю об этом. Мне ставит задачу режиссер, каким он видит образ. И это неправильно, если артист считает, что костюм для него и должно быть удобно. А может мне нужно, чтобы ты стал уродом. И тебе этот костюм должен мешать. Потому что тогда он тебе поможет сделать роль. Или, допустим, если есть какая-то эпоха, есть ограничительные детали. Юбки, воротники. Но они дают осанку, походку и манеру себя вести. И если я это убираю, получается такая расслабленная дамочка, такая, как сегодня, такие, как мы сейчас. А мне не надо такие, как мы сейчас. А мне надо, чтобы ты вела себя, как королева. Да, тебе мешает хвост, но ты не будешь садиться вот так вот нога на ногу. Потому что у тебя много юбок и кринолин. То есть это такие вещи... Тот костюм должен работать в первую очередь на образ. И вот когда он работает на образ, какими-то деталями костюма я подталкиваю к этому образу артиста. То есть можно сказать, что вы такой некий диктатор в этом смысле, в плане того, что вы выполняете задачу. Абсолютно. Да? Да. Вижу цель, не вижу препятствий. Актеры жалуются? Да. Но а зрители в итоге? А зрителей нет. Выигрывают, по-вашему? Да. У нас сейчас самые красивые спектакли, однозначно. И, на мой взгляд, у нас сейчас лучший театр в Крыму. Не только на мой. Касса. Это все показывает касса. Самые продаваемые спектакли. А какие еще предстоят премьеры, кроме Леонардо? Что вот готовится такое яркое? Готовится... Следующий спектакль после Леонардо будет «Искусство жениться» по Оскару Альду. Ну, он такой более легкий. Начало 20 века. Леонардо такой монументальный. По-серьезному там. Вот на какие еще... Я понимаю, что все, я думаю, спектакли, которые идут в театре, они интересные. Но на какие бы вы порекомендовали в ближайшее время сходить обязательно? Вот, мы уже сказали, «Тримушкетеры», для того, чтобы посмотреть костюмы. Леонардо. Тогда будет премьера еще. Не, на «Тримушкетера» не посмотреть костюмы. «Тримушкетера» просто классный спектакль. Во-первых, это праздник. Во-вторых, если... Мне было очень интересно, музыка-то та же, Рыбникова. То есть, если сейчас придут люди, знакомая музыка, прекрасный фильм, который все знают, то первые вопросы будут к «Мушкетерам». Потому что уже давно никто не представляет себе «Мушкетеров» не таких, как в фильме. Нам не нравятся французские, нам не нравятся американские, нам нравятся наши. Мы к ним привыкли. У нас такой состав артистов, что, кажется, вот они вот с первой минуты. Пять минут ты посмотрел, и ты уже не представляешь себе другими главных героев. Это абсолютное попадание в образ. И он совершенно другой. Через пять минут ты перестаешь сравнивать его с фильмом. Но он настолько радостный, это правда праздник. И дело не только в костюмах. Ведь спектакль – это не костюмы и декорации. Или получилось, или не получилось. И первое – это режиссура. Нету режиссура – сразу до свидания. То есть там уже бесполезно художник, артисты. Можно потом выйти и сказать, ну вот и там была неплохая актерская работа. Но это не оценка спектакля. Спектакль получился или нет, то это комплекс. Это общие усилия. Сложилась ли команда постановщиков? Но, к счастью, у нас вработанная команда. Это видно. Уже даже кто-то сказал, говорит, ваш золотой постановочный состав. Потому что мы уже друг друга считываем. Режиссер, художник, балетмейстер. Быстро переговариваемся, все понимаем и считываем. Уже я угадываю, где там что будет у режиссера. Даже на невербальном уровне, да, уже? Да, то есть уже предполагаешь какие-то вещи, понимаешь, что где-то будет так, и все нормально договариваются. Я считаю, что это большая удача для театра. Не всегда так бывает. Не всегда друг друга чувствуют постановщики. Очень часто бывают конфликты, там, режиссер-хореограф, режиссер-художник. У нас в этом смысле сложилось хорошо. Причем это именно стечение обстоятельств. Вот прямо после нашей революции так, трое постановщиков, и все как по маслу. Спасибо огромное. Режиссер подсказывает, что время беседы подошло к концу. Спасибо еще раз большое. Всех зрителей призываем, ходите в театр. Действительно интересно. Ну а прямо сейчас нам пора следовать далее и поговорим о женских штучках, о маникюре в частности. Об этом сюжет и пойдет. Во все времена женщины уделяли внимание маникюру. В Древнем Египте ногти красили зеленой краской. Во Фрации, напротив, за неестественный цвет могли сжечь на костре. В Греции никогда не закрашивали ногтевую лунку. В Китае считалось, чем больше длина, тем больше человек похож на божество. К 21 веку представление о красоте полностью изменилось. Сейчас весной хочется о чем-то поярче. Допустим, какой-нибудь фуксия или еще что-нибудь такое. Классический, какой-нибудь неброский, легкий, натуральный. Я даю предпочтение пастельным талам. Наверное, классика, меньше яркого. Я даю предпочтение классическому маникюру. Вкусы, конечно, разные, но индустрия моды диктует свои правила. Основными цветами для маникюра этой весной станут мятный, бирюзовый, сочные оттенки розового. Украсить их специалисты советуют цветочными и авторскими рисунками. В тренде останутся пастельные тона, геометрия и так называемая втирка, особенно популярная последние полгода. Но у фантазии нет предела, и некоторые девушки даже наносят на ногти миниатюрные копии домашних питомцев. Так что массивные 3D-рисунки, стразы и острые коготки уходят на второй план. Самая распространенная форма – это, конечно, квадрат, либо мягкий квадрат. Более элегантно смотрится миндаль. В принципе, тоже она давно актуальна и не выходит из моды. Чтобы подчеркнуть свой образ, женщины выбирают самые смелые решения и техники маникюра. Правая рука может быть одного цвета, левая – абсолютно другого. Многообразие цветов на любой вкус. Ну а классический французский маникюр, который, кстати, больше всего нравится мужчинам, всегда останется в моде, как и аккуратные ухоженные ногти. Но красота красотой, а к вопросу нужно подходить серьезно, как и к выбору специалиста, ведь речь идет о гигиене. Внимательно следим, чтобы в вашем присутствии подобрали и открыли индивидуальный крафт-пакет. Мастер должен работать в специальной повязке и перчатках. Вертим головой по сторонам, обращаем внимание на дипломы о курсах повышения квалификации. Вы можете не стесняться и спрашивать об этом администратора, мастера, как происходит стилизация инструментов. Обычно в любом хорошем салоне красоты существует, ну, как минимум, три этапа стилизации. Это первичная обработка инструмента, ультразвук и сухожая. Если мастер сделал некачественный маникюр, требуйте, чтобы вам вернули деньги. Отказывают в компенсации? Напомните специалисту про статью о защите прав потребителей. Предварительно обязательно проверьте наличие письменной гарантии на предоставление соответствующих услуг в выбранном вами салоне. Власти Крыма изучают возможность создания всероссийского кластера по развитию речного и морского сообщения с другими регионами РФ. Это будет очень интересно, потому что, возможно, будет просто отправиться на каком-нибудь теплоходе в Москву или в Санкт-Петербург по воде. Это же замечательно. Это как в Советском Союзе на теплоходе, где музыка играла. Ты отправляешься куда-нибудь. Это же здорово. Я не стою на берегу, да. Никак. Песня. Но действительно, на самом деле, очень интересно. Я не так давно смотрел на Ютубе видео. Ребята отправились из Москвы в Сочи и в Крым. Они тоже в Крыму побывали. Но это не так-то просто, оказывается. На собственной яхте там достаточно сложно. Особенно ночевки, яхт в клубе. Не везде они есть. В этом, конечно, Крым отличается. Особенно Балаклава. Вся инфраструктура, все есть. Но, а так, я бы хотел, я бы хотел, конечно, честно говоря, мне кажется, тур по России, по рекам. Это того стоит как минимум. Ну, а с собой кого взять? Ну, конечно, четвероногого, замечательного друга. Ну, а кто-то подумал, а у меня нет. Так вот же, есть он, есть. Необходимо лишь позвонить и взять его себе. О ком я говорю, давайте прямо сейчас и узнаем. Алана, послушная, внимательная, быстро учится, любит внимание и общение с человеком. Возьмите домой. Не пожалеете. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Звоните, забирайте. Скучно уж точно вам не будет. И буквально через несколько секунд, друзья, вам тоже скучно не будет, потому что расскажу вам о дорожной ситуации на данную минуту. Ну, я пошел. Отправляйся. Спасибо огромное. Надеюсь, что у тебя будет немного работы для перечисления улиц, которые все-таки остановились. Добрался я до экрана без пробок, и это уже хорошо, это уже радует. И сразу перемещаемся на улицы Симферополя. Вот уже увидел ДТП в районе, в районе недавно открывшейся трассы Дубки-Леводки. Вот кольцо у нас есть, красные цвета. Есть, четырнадцать минут назад произошло ДТП, и красный цвет присутствует. Соответственно, если вы едете со стороны Николаевки, то пробка будет. Честно говоря, пути объезда, ну, сложно. Камышенко, Трудолюбова, я так понимаю, можно Камышенко, извините, неправильное ударение поставил. Но, тем не менее, может быть, как-то и можно объехать, не знаю. Ну, сложно, сложно. Итак, ДТП пока в Симферополе я больше не вижу. Вот проспект Победы, только действительно какое-то затруднение возле площади Куйбышева есть. Но пути объезда это, конечно, улица Лермонтова, далее троллейбусная. Ну, на троллейбусной тоже будут затруднения. Поэтому, действительно, ближе к центру у нас сейчас все достаточно непросто в плане трафика. Но давайте посмотрим пути подъезда к городу. Итак, со стороны Николаевки вы поняли, что уже у нас ДТП, поэтому там все сложно. Ну, а со стороны Алушты все более-менее, поэтому спокойно двигаемся. Со стороны Керчи, Феодосии тоже все благоприятно. А вот со стороны аэропорта вообще все хорошо, потому что там не так давно, это несколько месяцев назад открыли новую развязку, и там пробок нет. Это радует, как минимум это радует. Перемещаемся на улицы Севастополя. Я вот уже вижу, да, улица Олега Кашевого. Традиционная пробка в это время есть. Пути объезда тоже существует. Улица Степаненко отлично для этого подходит, хотя там тоже небольшое затруднение. Но, тем не менее, быстрее гораздо вы продвинетесь. Поэтому выбирайте, выбирайте лучше пути объезда. Я думаю, будет проще. Итак, вот трасса Алушта-Ялта. Южнобережное шоссе. Мы видим какое-то ДТП. Есть отметка 11 минут назад. Но, тем не менее, зеленые цвета преобладают. Это означает, что дорога никаким образом трафику не мешает. Это ДТП. Но, не знаю, не знаю. Надеемся, что все так и будет дальше. Перемещаемся далее к городу Керчь. Город-герой. Сегодня, как мы знаем, там будет выставка. Прибудет эшелон с трофейной техникой из Сирийской Арабской Республики. И Крымский мост у нас зеленым цветом показан. Это означает, что там уж точно все замечательно. Все, перехожу. Перехожу тихонько к тебе, Алиса. А то уже заикаюсь. Ну, кстати, многие отмечают, что в пробках вместо того, чтобы стоять и злиться, можно время проводить с пользой. Например, читать, слушать аудиокниги. Или общаться даже с другими водителями. Ну, так, например, говорит общество. Искусство медленно жить. Итальянцы организовали такую структуру. И я даже немножко завидую, потому что это действительно очень большое искусство. Никуда не торопиться и медленно жить. Ну, а прямо сейчас я предлагаю искусно перейти к нашему корреспонденту. Ксения Шарапановская находится на улице города Симферополя. И где она в этот раз, вот мы уже можем наблюдать. Новая пятница, первая марта. Первый день весны. Что может быть лучше? Сегодня еще к тому же Ерилин день. Ерила это бог солнца, бог плодородия, бог весны. Считается, что в этот день нельзя работать, нельзя сквернословить, нельзя заниматься рукоделием. Что еще хочу сказать? Вернемся на секунду к кошечкам. Сегодня день кошек. Я уверена, мой комочек счастья не просто так у меня появился. А для любителей собак у нас есть рубрика «Ищу дом». Возьмите себе, поверьте, собака это действительно друг человека. И скорее всего она вас будет любить даже больше, чем в свою жизнь. Вы обязательно не пожалеете. Что хочу сказать о погоде. Относительно тепло. Не могу сказать, что прям весна. Но и не мудрено, недавно еще лежал снег. Где-то он лежит еще до сих пор. Сегодня температура прогреется до 5 градусов примерно. Небольшой дождь. Но настроение наших крымчан уверенно никак не повлияет. Что ж, желаю вам отличного дня. Отличных, шикарных выходных. Займитесь любимым делом. И студия, вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, собака... Я думаю, а как собаки празднуют день кошек и котов? Я думаю, так же, как и коты. Никак. Так вот. Ну, коты мы уже выяснили, как празднуют. Четыре ночи. Орут. Под окном. Орут дурным голосом. У них празднование-то происходит. Во всем. Март, друзья, а что сделаешь? Они весь март празднуют свой день. Они весь февраль-март празднуют, я так скажу. Да, очень необычные животные. Ну, а теперь вернемся все-таки к новостям Крыма. И собираются к летнему туристическому сезону принять закон о джиппинге. Или предоставление слуг мото-авиатуризма в горно-лесной местности. Это замечательная новость для тебя, потому что ты любитель прокатиться с ветерком. Бывает. Ну, скажешь нет. Да, нет, действительно, бывает. Люблю мотоциклы очень сильно. Я даже помню, как называется ваша банда. Называется и называется. И теперь будут даже специально созданы туристические маршруты для того, чтобы возможность была взять в аренду мотоцикл или что-либо другое и отправиться безопасно посетить, например, горную местность, при этом безопасностью для жизни. Да, ну, действительно, мне кажется, это интересно. Во-первых, интересно тем, кто любит технику. И, например, с другого региона приезжает Россия. И на чем кататься-то? Ему хочется. С собой мотоцикл тоже не привезешь где-то, да, в поезде, например. Да, вот очень здорово, если можно будет арендовать и по проложенному маршруту пройтись. А вот наш корреспондент Артем Андроновский, он прокладывал свои маршруты, поэтому очень замерз. И знает несколько способов, как же ему согреться. Признаюсь, не рассчитал с погодой и порядком замерз. Нужно срочно согреваться. Нередко прогулка в лесу может обернуться мокрыми ногами и больным горлом. Особенно в переменчивую крымскую зиму. Первое, что приходит на ум – утеплиться. Посмотрим, что с собой я взял из одежды. Такие вещи, конечно, нужно продумывать заранее. Например, всегда носить с собой шапку или сменные носки. Шапки нет, а зря. Лучше всего подойдет головной убор, который плотно закроет уши. Несмотря на то, что в них больше всего кровяных сосудов, они очень быстро отдают тепло. Отморозить уши – раз, плюнуть. А вот согреть – совсем не так просто. Делать нечего, значит, утепляемся тем, что есть. Но у меня с собой все же есть перчатки. Хорошо, уже что-то. В мороз, конечно, лучше подойдут варежки. Они также защищают руки от внешнего холода, но пальцы обмениваются теплом между собой. Ничего, воспользуемся тем, что есть. Обувь. Пожалуй, самый важный аспект. Важно, чтобы она не пропускала влагу и была просторной, не нарушая кровообращение. В этом мне повезло на все 100. Если обувь не слишком тесная, лучше всего подойдут плотные шерстяные носки. Да, возможно, они не так удобны при носке, но тепло в ногах быстро окупит дискомфорт. Принцип луковицы. Постарайтесь надеть как можно больше вещей. Воздушная прослойка между ними хорошо сохраняет тепло. Главное, чтобы вам было комфортно двигаться. А мы тем временем уже вышли к цивилизации. Вовремя, потому что начался снегопад. Теперь главное поскорее попасть в теплое помещение. Греться, восстанавливать силы. Путь до дома еще не близкий. Самое время подумать о том, что нужно было сделать заранее. В первую очередь плотно поесть. Жиры и медленные углеводы надолго обеспечат вас энергией, а значит теплом. Я об этом не подумал. Но ничего, у меня кое-что есть. Быстрые углеводы, не такое качественное, но все же решение. Горячий и сытный обед – лучшее начало прогулки в зимний вечер. Энергия, получаемая из еды, питает не только мускулы, но и иммунную систему. Как бы просто это ни звучало, выходите из дома уже теплыми. Наденьте шапку и застегните куртку заранее. Сохраняйте драгоценные джоули. Народное средство – сухой горчичник. Положите его в носки, и он будет греть ваши ноги в течение 12 часов. Осторожно, жжется. Можно также положить и в перчатки. Так, тут, кажется, прямо. Рассчитайте маршрут заранее. Лишний час на улице может подарить вам простуду. Тем более сейчас есть интернет и GPS. Хай-тек в помощь. Чего сейчас на рынке только нет. Перчатки с обогревателем, ботинки с подогревом. В общем, любители комфорта, интернет вам в помощь. В плохую погоду не выходите из дома в одиночку. Да, случается всякое. Но с компаньоном мороз и сырость переживаются легче. Между прочим, это научный факт. В крайнем случае можно позвонить другу по телефону. Алло, Александр, расскажи мне про наш дендрарий. Но в сильный мороз лучше обойтись наушниками. Их важно вложить под шапку, иначе уши замерзнут. Закаляйтесь. Здоровый выносливый организм справляется с холодом куда лучше, чем больной и слабый. Совсем не обязательно прыгать в прорубь. Приучите себя к правильному режиму, регулярному здоровому питанию, а главное – физической нагрузке. Теплом себя баловать тоже не стоит. Горячий душ, хоть и приятный, но далеко не всегда полезен. Но все это нужно было делать заранее. А сейчас я порядком замерз. Нужно найти способ согреться. Обойдемся без повышения градуса. Алкоголь действительно согреет вас на короткое время, но потом ваш организм начнет быстро отдавать тепло. Подойдут теплые, но не горячительные напитки. Например, салатки-чай. О, спасибо! Возьмите с собой термокружку или просто термос. Влага на рынке представлен огромный выбор. Почти инстинктивное желание почереть руки на морозе возникает не просто так. Массаж конечностей увеличивает приток крови, а значит согревает. Не менее важно много двигаться. Приседать и отжиматься не стоит. Это согреет, но потратит драгоценные калории. А нам они нужны для обогрева. Дышите. Медленные, неглубокие вдохи позволят не только сохранить тепло, но и не дадут морозному воздуху обжигать легкие. Кроме того, доказано, размеренное дыхание уменьшает психическую нагрузку. Нет тепла? Значит, нужно его выработать. Например, тибетские монахи способны нагреть тело одной лишь силой мысли. Тумо. Техника, позволяющая ускорять выработку тепла методом сосредоточения. Поговаривают, некоторые монахи могут сушить на своем теле мокрую одежду в мороз. Правда-неправда, а вот отвлечься поможет. Да и самовнушение еще никто не отменял. Если вы вдруг почувствовали онемение лица, действовать нужно срочно. Сделайте 15-20 вот таких наклонов вниз. Это разгонит кровь по телу, и вам станет легче. Помните, наша главная задача вернуться в теплое место. Никак нельзя допустить обморожение. Кажется, я согрелся. Теперь-то уж точно не заболею. Цените тепло. Особенно то, которое дарят ваши близкие. Берегите себя, а главное, не мерзните. Тепло, конечно же, мы будем ценить. И будем ценить солнечное тепло, потому что весна, я думаю, с каждыми теплыми деньками будет все приятнее, приятнее находить на улице. Будем заряжаться витамином D. Когда он будет, наконец-то, нам доступен. Ну, а пока нам очень хочется поговорить с новостильной студией, потому что мы подготовили вопрос о том, как же все-таки согреться, Гуля. Вот мы хотим у тебя как у врача узнать, ну и просто как у хорошего человека. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, ребята. С первым днем весны. Спасибо огромное. Согреться. Да. Ну, зачем сразу как у врача? У вас холодно в студии? Знаете, немножко прохладненько. Но, в принципе, нас согревает наше чувство хорошее, доброе к телезрителям. Вот, нужно согреваться чувствами, эмоциями. А вообще, знаете, что рекомендуют психологи? Нужно как можно чаще обниматься. Объятия дарят душевную теплоту. Можно попить чай. Я очень люблю чай с корицей и с чабрецом. Спасибо огромное. Дельные советы. Приходите ко мне в студию после выпуска. Приходите ко мне в студию. Здесь будете отогреваться. Будем обниматься. Сразу после нашего выпуска мы не придем, поскольку мы знаем, что необходимо тебе готовиться. В 9 часов уже выпуск новостей. А уже после выпуска новостей можно это делать. Спасибо огромное, коллеги. Итак, продолжайте готовиться. 9 на 0. Друзья, не переключайтесь. Думаю, будет интересно. А главное, информативно. А нам все. Пора прощаться. Пора прощаться. Мы дарим вам свои воздушные объятия и поцелуи. И желаем, чтобы этот день был самым лучшим для вас. И самым весенним. С первым днем весны. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok